Тала из гребешка, камбала с муссом из морепродуктов и тунец в виде арбуза. Финал краевого конкурса «Премия года» в сфере услуг общественного питания прошел в Хабаровске. Шеф-повара. На глазах у жюри и зрителей готовили уникальные дальневосточные блюда. Новый взгляд на местные продукты и возможности, которые открываются перед победителями, в репортаже Яны Ленкевич. Два, один, поехали! Шеф-поваров собрали на импровизированной кухне торгового центра Хабаровска. Готовят финалисты на глазах у зрителей. За полтора часа каждый должен приготовить два блюда – холодное и горячее. В финал конкурса вышли шесть поваров. Среди них Илья Кожевников. Сейчас он не работает в конкретном ресторане. Помогает как консультант различным заведениям общепита найти свой стиль. На конкурсе показывает возможности использования дальневосточных продуктов. Я беру рецепт старый столой. Тола из гребешка. Навряд ли кто-то когда-нибудь это ел. А я это готовлю. И люди, когда это едят, они понимают всю суть. То, что как из простого национального блюда можно сделать что-то шедевральное. За ходом состязания наблюдают жюри. Для экспертов имеет значение не только оригинальность блюда. Они проверяют, как соблюдают и другие критерии конкурса. Это чистота рабочего места, технология нарезки продуктов, подача блюда, а также использование дальневосточных продуктов. Чем наш Дальний Восток славится? В основном рыба, морепродукты. И дикоросы, и ягоды, грибы. Лесная продукция вся берется в расчет. Конкурс организовали Министерство туризма края и Ассоциация рестораторов. В нем приняли участие сотрудники 60 предприятий общественного питания. В номинации «Лучший шеф-повар» соревновались 18 профессионалов. Победители и призеры принесут бонусы своим кафе и ресторанам. Министерство туризма края тоже будет на своих сайтах пропагандировать для туристического потока, чтобы могли посмотреть, какие лучшие заведения в крае. Поэтому у нас две задачи. Во-первых, поднять престиж профессии. Во-вторых, чтобы отрекинговать и сделать туристически привлекательным край. Победитель конкурса в номинации «Лучший шеф-повар» получит приз – 150 тысяч рублей. А победитель народного голосования – ценный подарок и диплом. Также в планах у организаторов сделать конкурс «Премия года в сфере услуг общественного питания» ежегодным. Яна Ленкевич, Виктор Казаров, Телеканал «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова